МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельная итоговая программа «Городские подробности». С вами Артемий Заварзин. Смотрите сегодня в выпуске. Новые векторы сотрудничества губернатор региона Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш обсудили планы совместной работы. Принят в окончательном чтении. Депутаты Гурдумы на минувшей сессии утвердили бюджет Архангельска на следующий год. В центре внимания предприятие «Водоканал». Наша съемочная группа попыталась разобраться в причинах ложных вызовов, на которые все чаще выезжают его специалисты. Глава Архангельска Игорь Годзиш провел совещание со строителями областного центра, а также встретился с главами округов, где были обозначены точки роста в развитии каждого района. Подробности через несколько минут. День героев Отечества в Архангельске в программе. Репортаж о чествовании ветеранов в городском культурном центре. Губернатор Игорь Орлов провел первую рабочую встречу с главой Архангельска Игорем Годзишем. Разговор шел о долгосрочном развитии областного центра и эффективном взаимодействии властей города и региона. Слово Виктору Кузнецову. В ходе встречи с главой столицы Поморья Игорь Орлов отметил, что все крупные инфраструктурные и социальные проекты в городе будут реализовываться в рамках долгосрочной программы развития Архангельска как областного центра. Губернатор подтвердил участие правительства области в совместных планах по строительству школ, детских садов, дорог, а также спортивных объектов. Есть у меня такая мечта, что мы все-таки разберемся с тем, что у нас называется «Динамо», и уже в таком едином ключе сможем отстроить это место, тем более, что у нас есть такие помощники, как руководитель общества «Динамо» Нургалиев, и я уверен, что мы сможем сделать так, чтобы это было украшением, этот объект города Архангельска, а не странные поляны, где где-то в углу торгуют неизвестно чем. Глава Архангельска Игорь Годзиш поднял целый ряд проблем, стоящих перед областным центром, вопросы сохранения памятников культуры, транспортных развязок, инфраструктуры ЖКХ. Что хорошо, что мы сегодня практически по всем вопросам нашли поддержку, это и восстановление, по крайней мере, создание некой программы восстановления памятников архитектуры, которые находятся на территории города Архангельска. Это информационно-расчетный центр, который сегодня существует, но преобразуется в акционерное общество, и как задачу сегодня Игорь Николаевич говорил об этом, где бы жители видели все услуги жилищно-коммунальные, которые сегодня получают и предоставляются на территории. Также на встрече обсуждались актуальные вопросы оздоровления ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Архангельска, участие города в федеральных и областных программах и проектах привлечения в ЖКХ потенциальных инвесторов. В минувший четверг состоялась очередная сессия депутатов городской думы 26-го созыва. Во главе повестки дня второе чтение бюджета Архангельска на следующий год. Несмотря на объективные сложности, городской бюджет остается социально ориентированным и имеет программный характер. Заложенные в главном финансовом документе суммы более 7 миллиардов рублей, 70% средств пойдут на развитие социальной сферы города. Это расходы по так называемой первой программе. Второй программой является комплексное развитие территории города с общим объемом финансового обеспечения 1 миллиард 647 миллионов рублей. Третья программа – это совершенствование муниципального управления с общим объемом финансового обеспечения 917 миллионов рублей. И четвертой программой остается развитие города Архангельска как административного центра, объем финансового обеспечения, который составляет 71 миллион рублей. Бюджет на следующий год депутаты приняли во втором чтении, одобрив ряд поступивших поправок. Так, полмиллиона рублей будет направлено на модернизацию сетей уличного освещения, 2 миллиона – на обеспечение транспортной безопасности, прежде всего, инспекцию мостов города. Для того, чтобы в последующем проводить эти ремонты и избежать каких-то аварийных ситуаций, чрезвычайных ситуаций. Все-таки у нас часть города отрезана от материка реками, и в Маймаксе у нас много мостов. Также в бюджете сохранены средства на обеспечение бесплатного проезда в автобусах горожан 70 лет и старше. Сумма составит около 80 миллионов рублей. У нас традиционно бюджет социально направленный. Основные параметры были две недели назад приняты в первом чтении. Сегодня, да, по конкретным поправкам, которые были от мэрии, от депутатов, мы поправки приняли. Согласились депутаты с предложением мэрии направить 5 миллионов рублей на ремонт пешеходных тротуаров города. Кроме того, в 2016 году Архангельск получит финансовую помощь из областного бюджета. На расселение из ветхого жилья 270 миллионов. То есть это позволит, естественно, построить достаточно квартир для решения судебных решений. Поэтому я считаю, что это очень большой вклад из областного бюджета. В непростых финансовых условиях текущего года муниципалитет выполняет свои социальные обязательства перед горожанами в полном объеме. Не собираются городские власти отказываться от них и в следующем году. В этом их поддерживают и депутаты, которые также активно работали над основными показателями бюджета 2016 года. Все, что будет изменено в городе Архангельске, на что будут потрачены деньги, это только на благо наших горожан и на благо города Архангельска. Мы живем исходя из того бюджета, который сегодня можем обеспечить. И на самом деле этот бюджет нам дает посыл к работе, как раз нацеленный на наполнение бюджета, чтобы обеспечить его расходную часть. Есть планы у нас и по следующему году, что мы получим дополнительные средства из областного бюджета не только на строительство в жилищной сфере, но и на дорожное строительство, на ремонты. Но это не говорит о том, что мы сегодня должны успокоиться. Нам надо работать и с федерацией. Нам надо себя продвигать на том уровне, чтобы нас слышали, и мы попадали в федеральные программы и помогали в этой части области. Это, конечно, больше задача региональной власти, но мы формируем сегодня повестку Архангельска, и, соответственно, она должна попадать в региональную. Региональное правительство, архангельские муниципалитеты, городские депутаты объединяют усилия, чтобы обеспечить устойчивую работу системы местного самоуправления. Принятый в окончательном чтении бюджет Архангельска, будет работать на выполнение приоритетных задач, связанных с надежной работой городского хозяйства, социальной сферы и выполнением указов президента России. Рассматривались на сессии другие вопросы, актуальные для города и горожан. Подробнее о них Екатерина Грициенко. Обсудили депутаты проблему выделения служебного жилья для сотрудников социальной сферы. Так, на сессии было принято решение оставить за работниками государственного северного русского народного хора помещение в общежитии, передав их в собственность региона. Вопрос, конечно, стоит гораздо шире. То есть под это понятие сюда подходят и сотрудники здравоохранения, образования, культуры, спорта и так далее. И мы на сегодняшний день абсолютно единогласно поддержали оставление, вернее так, перераспределение жилья в областную собственность для того, чтобы сотрудники остались, северно-русского народного хора остались там жить и были обеспечены жильем. Решением депутатов городской думы на здании управления лесозавода номер 3 появится мемориальная доска Альберту Сасу, четверть века возглавлявшему предприятие. С просьбой увековечить имя горожанина к депутатам обратились представители администрации округа Майская горка и Совет ветеранов лесозавода. 24-я сессия стала последней для депутатов в этом году. В следующий раз народные избранники соберутся в феврале. Далее расскажем о главных темах еженедельного совещания, которое прошло в мэрии Архангельска. В повестке совещания «Отопительный сезон» традиционно значится первым вопросом. По информации департамента городского хозяйства, необходимые температурные режимы в домах и социальных учреждениях сегодня выдерживаются. Запасы топлива для котельных также не вызывают опасений. В прошлом году, в 2014-2015 год, запас топлива составлял 484 тонны. В этом году мы сделали выводы из прошлой ситуации, и было запасено 700 тонн, это на 60 суток. Но вот зима такая теплая, и опять приходим к тому, что мы работаем практически без отсутствия резерва. Глава города Игорь Годзиш заострил внимание на текущих ремонтах, которые проводят энергетики. Необходимо сократить сроки этих работ. Я понимаю, что пока у нас погода позволяет еще этим заниматься, но с учетом понижения температуры, ситуацию надо учитывать. Игорь Годзиш призвал глав округов контролировать ситуацию и на дорогах города, прежде всего, состояние тротуаров. Наледи на них быть не должно. Просьба обратить внимание управляющей компании на необходимость посыпки пешеходных дорожек, соответственно, в рамках контрактов нам работу эту провести, чтобы у нас сегодня люди ходили по безопасной территории с точки зрения. О безопасности на совещании говорили и в связи с установкой понтонных переправ. Одна из них свежит поселки 14-го лесозавода и острова Бревенник. К ее монтажу специалисты готовы приступить в середине декабря, когда установится морозная погода. И в продолжении темы городского хозяйства. Регулярно предприятие «Водоканал» проводит плановые ремонты на городских сетях. Но не всегда необходимость таких ремонтов обусловлена объективными причинами. Порой в диспетчерскую службу поступают так называемые ложные вызовы. Еженедельно бригады муниципального предприятия «Водоканал» совершают около 200 выездов на проверку работы канализационных сетей. Примерно 30 из них проходят в холостую. Прибывая на место, специалисты выясняют, канализационная система исправна, а ремонт и требуют внутридомовые сети. Их разрушение вина управляющих компаний. Балансовая ответственность между водоканалом или другой водоснабжающей организацией проходит по первому смотровому колодцу за стеной здания. Все, что от первого колодца до подвала, это зона обслуживания управляющей компании. Однако, как правило, УК не затрудняются инспектировать внутридомовые сети, перекладывая вину за засор на водоканал. Конечно, руководители управляющих компаний не задумываются о том, в какую сумму обходится муниципальному предприятию такой ложный вызов. Арифметика здесь проста. Например, на прошлой неделе бригады водоканала совершили 33 холостых выезда. Стоимость каждого минимум 3000 рублей. За год эти тысячи складываются в миллионы. По вине управляющих компаний, деньги, которые водоканал мог бы потратить на устранение реальных проблем, оказываются выброшенными на ветер. И, к сожалению, со временем таких печальных примеров становится все больше. Дом «Химиков-5». Звонок управляющей компании к нам о том, что первый колодец от первого подъезда существует подпор. Выезжаем на место с представителем администрации округа, заходим в подвал. В подвале стоит парк. Канализационный стояк оторван. О каком подпоре речь, если канализационные стоки даже не попадают в колодец? Берем дом «Кировская-9». Жители говорят о том, что подпор, о том, что канализационные стоки не уходят из дома. Переезжаем на место. Значит, открываем колодец. Система работоспособна. Дом «Роза-Лексенбург-12». Жители жалуются больше трех лет. Выезжаем на место. Выясняется, управляющая компания проводила ремонт канализационной системы дома. Переустройство выпусков делали. Подключили их в колодцы. Но старые выпуски, которые были в подвале, их не заглушили. Вина за поломку сетей лежит и на самих жителях, засоряющих канализацию твердыми бытовыми отходами. Также свою лепту вносит предприятие общепита, сливающее жиры в общую канализацию без системы жироуловителей. Поймать за руку нерадивых граждан невозможно, потому сотрудникам водоканала остается только надеяться на совесть и ответственность архангелогородцев. В мэрии Архангельска по инициативе главы города Игоря Годзиша прошла встреча с представителями архитектурного сообщества, застройщиками, депутатами областного собрания и городской думы. Темой диалога стала разработка концепции архитектурного развития областного центра. В областном центре действует утвержденный генеральный план города, разработанные правила землепользования и застройки. На сегодняшний день территория Архангельска обеспечена планировочной документацией на 70%. И эта работа будет продолжена. Муниципальные программы комплексного развития территории муниципального образования города Архангельска до 2021 года планируется разработка проекта планировки отдаленных территорий города, такие как район Цеглубинь, район Талаги, район Восточный, район Кигостов, район Левобережья. Множество вопросов и предложений было посвящено качеству документов, определяющих застройку города. Мы предлагаем организовать независимую общественную экспертизу генерального плана города Архангельска и проекты планировки города принять. И мы предлагаем принять сведения на нашу готовность Архангельской региональной организации Союза архитекторов с участием иных заинтересованных общественных организаций провести такую независимую общественную экспертизу и подготовить соответствующее заключение на предмет целесообразности актуализации этих документов. Среди ключевых вопросов, по которым, по мнению профессионалов, генплан нуждается в серьёзной корректировке – это дорожная инфраструктура и логистика города. Она включает в себя строительство и новых ЖД и автомостов, и сносы расселения аварийного и ветхого жилья. По предложению Игоря Годзиша, этим вопросом будет заниматься специально созданная рабочая группа. Также на встрече были высказаны мнения о новых объектах, например, о застройке набережной Северной Двины от Поморской до Володарского. «Проект этой набережной получил оценку Международной ассоциации союза архитекторов. То есть наш город был отмечен в Международном сообществе архитекторов. В принципе, этим тоже можно гордиться. И я думаю, что здесь мы все собрались и обсуждать те вопросы, связанные с развитием города. Давайте его развивать». Подводя итог встречи, Игорь Годзиш резюмировал, каким путем и какими силами будет развиваться Архангельск. «С точки зрения строительного сообщества, людей, которые занимаются не просто строительством, а вопросами инвестирования, то есть поиском этих средств, чрезвычайно важно выстроить сами проекты, как они видятся с точки зрения экономики, как бизнес-план. Что сегодня интересно инвестору, как частное вложение, совместно ли в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках государственно-частного партнерства, может быть, с областью. То есть сегодня важен комплексный подход и важное аккумулирование всех предложений». В скором времени при главе города будет создан экспертный совет по вопросам градостроительства, архитектуры и застройки, куда кроме отраслевых специалистов войдут и представители культуры, и инициативная молодежь Архангельска. «Глава Архангельска Игорь Годзиш провел встречу с главами округов Поморской столицы. О темах, которые были подняты в ходе беседы, расскажем прямо сейчас». Обозначит точки роста в развитии каждого из территориальных округов Архангельска. Так сформулировал главную тему встречи глава города Игорь Годзиш. «Привлечение инвесторов и реализация перспективных проектов сегодня главный предмет работы городской власти. Администрация Соломбальского района решает задачу совместно с руководством крупных предприятий». «Потенциальными инвесторами развития округа является предприятие судоремонта. И с ними у нас выстроен конструктивный диалог в части взаимодействия и благоустройства. Соломбальский машиностроительный завод, который на сегодняшний день развивается неплохо и не снижает свои темпы по производству». Преображение не только коммунальной, но и культурной инфраструктуры округов – одно из первоочередных направлений работы. Например, в Октябрьском округе сегодня проводится большая подготовка к реконструкции памятников. «Это серьезный вопрос, потому что с учетом Дервиша, предстоящих мероприятий, мы провели в этом году экспертизу, составили смету 1,2 млн. необходимые эти деньги». Привлечение финансовых средств требует реконструкция набережной Северной Двины, которую продолжают городские власти, чтобы создать комфортную и безопасную зону отдыха для горожан. «В департаменте градостроительного, градостроительного, разработан проект, как-то нового устройства, как два пляжа, дорога нижняя. Этот проект получил оценку, диплом на одной из всероссийских конкурсов. Самый эскизный проект реконструкции нижней части набережной, с спортом, с отдыхом, на принципе, гуталки». Подводя итоги, глава Архангельска Игорь Годзиш предложил сделать такие встречи регулярными, чтобы контролировать и анализировать реализацию всех имеющихся проектов в округах. «Может быть, имеет смысл приглашать еще кого-то на эти встречи. Людей, которые значимы сегодня для развития территории имеются в виду и производственники, имеются в виду, может быть, какие-то торговые компании, еще кто-то. Тех, кто, по вашему мнению, является ключевыми бизнесами для развития. Какие-то опорные точки, интересные вещи, интересные проекты. По крайней мере, чтобы понять, что в первую очередь, что вторую, рассматривать сейчас и на что нам сегодня средства изыскивать». Встречи с главами округов Игорь Годзиш собирается проводить не только в администрации. Приоритет – решение проблемы на местах. И прямо сейчас расскажем об итогах поездки главы города Игоря Годзиша в северный округ Архангельска. Первым адресом маршрута рабочей поездки Игоря Годзиша стал стратегически важный объект – очистные сооружения, принадлежащие Соломбальскому ЦБК. В точку приема городских сточных вод стягиваются десятки труб со всего Архангельска. «Здесь два здания. Видите, кирпичное и блочное. Вот кирпичное принадлежит Соломбальскому ЦБК, блочное принадлежит городу Архангельску». «Комплекс тут неразрывный. Так и строился. Поскольку сейчас Соломбальский ЦБК у нас не работает с 2013 года, сейчас мы чистим сточные воды только города Архангельска». По словам Игоря Годзиша, сейчас главная задача, стоящая перед СЦБК – обеспечить бесперебойную очистку стоков. А за то, чтобы в дома северного округа поступала чистая вода, отвечает компания «Роса», гарантирующий поставщик по водоснабжению и водоотведению в этом районе Архангельска. Сооружение обслуживают 27 тысяч человек населения. Обслуживают качественно. В этом глава Архангельска убедился сам, попробовав стакан уже очищенной на предприятии воды. Технологии очистки делают ее пригодной для питья даже без кипячения. «То есть пробую возить туда на водоканал, чтобы понеделось?» «Мы заключаем договор, да, и проверяют уже другие лаборатории». «И сколько раз, получается, нужно возить воду?» «А вообще по СанПИНу ежедневно». Ежедневно компания «Роса» проводит работу и в рамках принятой инвест-программы, которая предполагает модернизацию десятков километров сетей округа. «У нас тарифы приняты. В этих тарифах есть определенная составляющая финансовая, поэтому здесь мы будем выкручиваться, как и раньше. То есть в большей мере ремонтные вещи. Здесь идет сочетание двух программ. Первая программа – ветхое жилье переселение. Вторая программа – это наша производственная по замене сетей водопровода и канализации». Две эти программы могут быть реализованы на улице Партизанской, где определен участок под социальное жилищное строительство в 6000 квадратных метров. При этом уже получены согласования на подключение коммуникаций, в том числе водопроводных. В социальные новостройки переедут жители близлежащих аварийных домов. «То есть у нас сегодня есть потенциальный инвестор, который готов к разговору по этой строительности?» «Да». «Тогда нужно назначить нам встречу, собираемся вместе с главой округа и эту историю смотрим. Пригласить, может быть, область сюда в нашем разговоре». При участии областной власти в Северном округе идет реконструкция стадиона 6-й спортивной школы. Осенью подрядчик приступил к капитальному ремонту трибун, но значительно выбился из графика. «Как видите, завершение работы?» «О, до конца декабря очень много будет сделано, я так думаю». «Ну а в целом?» «В целом?» «От погоды зависит». «В декабря 26-го приедем к вам?» «Нормально будет». «Нормально будет, да? Все, договорились». Благоустройством занимаются не только подрядчики на возводимых объектах, но и администрация округа. Его глава Игорь Трофимов доложил Игорю Годзишу о проведенных летом ремонтах тротуаров и монтаже игровых площадок. «Поставили сюда и пользуются спросом. И дальше надо развивать это все дело. Вот эту вот территорию». Глава Архангельска оценил преобразование в округе, но при этом дал несколько важных указаний, прежде всего по содержанию дорог и тротуаров. «Порадовало то, что у нас дороги расчищены, но там, где мы с вами ходили пешком, да, это вот, скажем так, небольшой привет руководству округа, значит, посыпка песком, чтобы люди не падали». На улице Конзихинской главе Архангельска было доложено о планах по строительству третьей очереди социальных домов. В предыдущие годы здесь было возведено шесть новостроек, где квартира получила 96 семей, а рядом готов участок для строительства еще шести домов. «Округ перспективный, планы есть, площадки, которые хоть завтра начиная строительство, есть. Я думаю, что поработаем и с областным правительством в части того, чтобы нам на этой территории продолжить развитие. Следующий момент, который мы посмотрели, это вопрос обеспечения водой северного округа. Тут, безусловно, надо отметить достаточно большой объем работы сделанной компании, которая сегодня является гарантирующим поставщиком. Хорошо, что сегодня у компании есть планы, в какую сторону развиваться. Очень порадовало то, что компания не просто разрабатывает планы сама, а подключила серьезные федеральные институты к этому вопросу». Об этих и других стратегически важных вопросах Игорь Годзиш говорил на встрече с представителями предприятий округа. Обсуждались перспективные проекты развития, а также способы привлечения инвестиций. Подобные встречи по предложению главы города станут регулярными, чтобы реализация намеченных планов в Северном округе не заставила себя ждать. Исследования, посвященные влиянию СМИ на сознание человека, показали, для большинства людей средства массовой информации являются основным источником важных сведений. При этом 35% опрошенных ежедневно покупают периодические издания. Учитывая количество негатива, которым в большинстве своем переполнен СМИ, страшно представить, какое влияние эта информация оказывает на обычных читателей и зрителей. Моей коллеге Инге Швецовой удалось найти газету, которой чужды криминальные сводки и агрессия. По опросам общественного мнения, в России практически четверть населения страны предпочитают проверенную временем силу печатного слова. Лучшие журналистские традиции в поморской столице продолжает городская газета «Архангельск. Город воинской славы». Нужна, конечно, эта газета. Читаем городские новости, узнаем, что новенького происходит в городе. Любопытные очерки о именитых земляках, полезная и нужная информация о тарифах и ценах – новации в системе здравоохранения. Силу такого газетного слова действительно трудно измерить. Очень нравится. Я говорю, что мы ходим на хор ДК строителей. Газетки там всегда у нас лежат. Мы свободно их берем, бесплатно. Ну, нравится, очень нравится. Нравится о том, что по поводу обелиска, по поводу ухода за памятниками, ну, что еще много. Много чего интересного. Я, например, люблю, я перечитываю все газетки. Эта газета, она является для пенсионеров города, для ветеранов. Мы в этой газете поздравляем друг с друга с днем рождениями, с юбилеями и знакомимся с тем, что творится у нас в городе. Секрет успеха еженедельника «Архангельск. Город воинской славы» прост. Газета максимально доступна для горожан, да и к тому же бесплатна. Очень интересно знать, какие там дела, идут в городе, что новенького правительство наше приготовило нам, инженерам. Хорошо, что она бесплатная. Она у меня единственная газета, которую я сам беру. Если нет, пока разговариваю с вами, так вот и кончилось. Надо мне бежать, торопиться. Газета не просто свидетеля хроникюр, но и активный неравнодушный участник и инициатор созидательных процессов жизни Архангельска. На страницах издания ведется постоянный прямой диалог жителей с представителями местной власти. Это помогает горожанам понять те шаги, которые предпринимает государство для решения тех или иных вопросов. В этом уверена депутат Государственной думы Елена Фторыгина. Читаю постоянно эту газету и люблю ее очень, потому что, во-первых, у нее название такое патриотическое, да, «Архангельск. Город воинской славы». Само название говорит. И она очень содержательная газета. Я здесь вижу и правовые акты Архангельской городской думы, распоряжение мэра. То есть это очень интересно, когда открывают горожанин газеты, он видит все, что сегодня происходит в городе. Открывает газету, а вместе с ней и окно в мир событий городской жизни архангелогородка Вера Чурносова. Совсем недавно состоялось очередное заседание Совета женщин Ломоносовского округа. Это событие нашло отражение на страницах городской газеты. Представляю собой Совет женщин Ломоносовского округа, поэтому тут материалы, вот в частности в этой газете, прочитала и про наш Совет женщин. Здесь очень много идет материалов по работе депутатского корпуса, то есть это тоже интересно. Прошла сессия городского совета, поэтому не каждый там бывает, не каждый может посетить. Зато открыл газету и все материалы, что было принято, когда уже можно прочитать. Любимая газета, потому что газета городская. И так может сказать о газете каждый, кто выбрал своим собеседником еженедельник Архангельск город воинской славы. Он зарекомендовал себя как ответственное и серьезное издание. Полная и развернутая информация, причем интересно подается все нашими корреспондентами. Здесь можно познакомиться с нашими архангелогородцами, с людьми, которые живут, трудятся, которые неравнодушные. Обожаю неравнодушных людей. За это я нашу газету городскую я очень благодарю. Я желаю нашей городской газете жить, работать и дальше на благо наших архангелогородцев. В следующем году городская газета «Архангельск город воинской славы» отметит свое пятилетие. Срок, казалось бы, небольшой, но для печатного издания значительный. Газета уже доказала, что живет и развивается вместе с городом, поднимая на своих страницах самые актуальные темы, главной из которых – любовь к своей малой родине, городу четырех веков Архангельску. В Архангельске отметили День Героев Отечества. Праздник установлен в памяти о подвигах и в дань уважения к людям, которые внесли свой вклад в историю страны. На сцене городского культурного центра эпизод великой поэмы Твардовского. Образ балагура и песен Николаси Теркина всегда оставался самым любимым среди бойцов и как никому близок тем, кто присутствовал в этот день в зрительном зале. Ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, участникам боевых действий в горячих точках. Всем тем, кого по праву можно назвать героями. Благодаря подвигам каждого из них, шесть лет назад Архангельску было присвоено высокое звание «Город воинской славы». Когда началась война, мне было 14 лет, а в 44-м году, в 17-летнем возрасте, был призван, служил на флоте, линкор «Архангельск». После того, как война кончилась, линкор передали англичанам снова, я перешел на тральщик. Продолжатели славных традиций дедов и прадедов – учащиеся кадетских классов Архангельска. Они есть почти в каждой школе города. В них обучаются 2000 северян. Сам я ученик морского класса. У нас проводятся разные занятия, морское дело. Вижу себя, как свой дедушка, буду военнослужащим служить в морской пехоте. Я в школе входил в патриотический клуб «Следопыт», которому в этом году исполнилось 20 лет. И сейчас уже второй год действует софул студенческий военный отряд «Легион», которым я являюсь основателем и командиром. Праздничный концерт «День героев Отечества» – это дань памяти всем погибшим. И знак уважения тем, кто продолжает нести свою боевую вахту. Ведь благодаря в том числе и этим людям, сегодня над Россией мирное небо. На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами с пожеланиями всего самого доброго. Увидимся ровно через 7 дней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!